Кино с соблюдением всех мер безопасности. На входе дезинфекция рук, рассадка в зале через кресло. Число зрителей также ограничено, но нижегородцы счастливы, что хотя бы в таком формате фестиваль в этом году состоялся. Для любителей кино это как глоток свежего воздуха. Мы просто счастливы, что мы попали на Горький фест, что все-таки его проводят. Вчера мы смотрели Калашников, мы ходим на эти фильмы, смотрим, а вот такие для меня новый формат. Жюри уже в зале, а это значит стартует очередной день конкурсной программы «Встряска». Открывает его полнометражный фильм «Я счастлива». История о лечении рака нестандартным методом, с помощью шаманизма. Спорно, но интересно. В конкурсной программе представлено 22 фильма. От короткометражек и киноальманаха до экспериментального видео и смелой документалистики. Идеи встречаются неординарные, а подход к съемкам порой даже удивляет. Позади несколько дней конкурса итоги подводить пока рано. Но кинорежиссер и генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева уже отмечает высокий уровень работ и нестандартный подход конкурсантов. Наш прекрасный программный директор, собственно говоря, старается выбирать талантливые работы. Это, наверное, самое главное. А не задавать какие-то тренды и выделять какие-то особенности сегодняшнего дня. Хотя есть, когда это талантливо и интересно, безусловно, он рассматривает и берет в конкурс. В реале у нас большой охват онлайн-трансляции. Мы в этом году в кулуары запустили обычного зрителя. То, что было раньше недоступно, церемонию могли увидеть только люди в зале. В этом году посмотрели люди, которые просто сидели дома у экранов телевизора. Напомню, горький фест продлится до 23 июля. В этот же день наградят и победителей конкурсной программы. Галина Калягина, Виталий Кудрявцев. Время новостей.